Андрей, приветствую. Поздравляю тебя с яркой победой. Скажи первые эмоции, когда узнал о своем участии в такой большой лиге. Здравствуйте. Спасибо большое за поздравления. Когда только мне сообщили, что будет у нас такой турнир, я сразу не поверил, честно говоря, что именно мне предлагают. Я очень рад, что смог поучаствовать в таком масштабном мероприятии, с такими бойцами, можно сказать, великими в карде. Все хорошо. А смущал немножко тот факт, что будешь на турнире дома биться со своим соотечественником? Честно говоря, мне только позвонили, у меня не было выбора, мне сказали, что есть соперник, есть СССР в Минске. Я сказал сразу все. Андрей, у тебя 4 победы, добыты болевыми удушающими приемами. У твой соперник шел на серии из 7 побед приемами. И изначально мы ожидали схватку двух грэплеров, но вас представляют как бой двух ударников. И всего два перевода за весь бой. Скажи, это был такой план? Чуть опасался, что у него такая серия из приемов? Нет, не опасался. Дело в том, что первый раунд я планировал подраться в стойке, а там уже как пойдет. У меня вроде только началось получаться в стойке, я был готов к его тейкдаунам. Поэтому я не видел необходимости именно в борьбе, чтобы переводить его и там дорабатывать. Хотел больше в стойке показать себя, прочувствовать, тем более более-менее получалось. Андрей, немножко пройдемся еще по бою. Было ощущение, что твой соперник чересчур напряжен, прям такой вот заряжен-заряжен. Очень много суеты было. С другой стороны, ты достаточно спокойно, может быть где-то даже вальяжно. И казалось, что физически твои удары несут большую угрозу, чем его. Скажи, когда попадал, чувствовал, что наносишь определенный урон и чувствовал, что физически мощнее? Ну, поначалу не доставал, нужно было прочувствовать свою дистанцию. Потом уже к концу я более расслабленно начал двигаться, попадать по корпусу хорошо просаживал, чувствовалось. По голове немножко он защищался, но дальше, как говорится, больше наращивал, старался пробивать серийно. Не всегда получалось, поэтому одиночными. Ты уже сам сказал, что попадал по корпусу. Да, была видна работа по корпусу, и с передней, и с дальней руки. Особенно было видно, что после нокдауна, со второй половины второго раунда, он начал функционально проседать. И откровенно ты начал уже сжать его все ближе и ближе к сетке. Было ощущение, что мог закончить бой досрочно? Было, но было также опасение. С холодной головой старался добивать, не лететь на него, потому что он меня один раз попытался выйти на прием. Поэтому я чувствовал, попал, сразу было. Хотел уже полететь, но сказал себе спокойно, все нормально, все подконтрольно. Вот ты уже оговорился о приеме, да, достаточно ловко вышел на рычаг локтя. Но при этом ты спокойно и хладнокровно защищался, не чувствовал никакой угрозы? Ну, честно говоря, это всего лишь спор для меня. Тут такого нету, чтобы там... Он вышел, я спокойно, хорошо, будем бороться, будем бороться. Я вышел. Вышел, да, неожиданно, можно сказать, я только на него законтролировал, только его старался добивать, и он вышел. У тебя, я так понимаю, сейчас разовое предложение от Лиги Эси. Как считаешь, достаточно яркое выступление? Лига предложит тебе контракт? Я не могу судить. Это вам судить. Но ты бы хотел? Ну, мне нужно сейчас отдохнуть, поговорить со своими старшими товарищами, с командой, обсудим. Я ощущаю себя вполне, что я могу спокойно конкурировать в этом дивизионе. Если раньше я смотрел бои, и как-то я всегда слежу за боями, в частности Эсей, и восторгался, то сегодня я здесь, я выступаю, я готов к большим вызовам, готов идти дальше, несмотря ни на что, и встречаться с другими соперниками более сильными. Я тебя поздравляю с победой и ярким выступлением. Спасибо вам.